Вести Москва в эфире, в студии Марина Губина. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о новостях в столице. Детские раны залижут и залают. Что такое собачья терапия и насколько эффективны ее методы. Детские раны залижут и залают. Детский парк Сокольники на 10 дней превратился в заснеженную Якутию или Аляску, по которой возят настоящие нарты, ездовые собаки. С другой стороны, голубоглазые добрые хаски согревают своим теплом воспитанников столичных коррекционных школ и интернатов и ведут их к новым открытиям в себе и в мире. Мы разработали специальную настольную игру, когда они кидают фишки и дальше должны делать определенные шаги. Но эти шаги они уже делают по-настоящему, по территории парка. В качестве некого апофеоза они, оказывается, есть опять же специальное место, красивый баннер, который символизирует их достижение Северного полюса. 30 северных ездовых собак привез в Москву путешественник Матвей Шпаро. Специально для реабилитационной программы для подростков с ограниченными возможностями. Игра игрой, но знания участники получают вполне серьезные. Теоретическая подготовка, начиная от основ навигации, заканчивая уходом за собаками. Уникальная структура шерсти не только позволяет хаскам трудиться при температуре до минус 60 градусов, но и избавляет их от свойственного практически всем собакам запаха. Затем задание для настоящих путешественников на ловкость, выносливость и умение ориентироваться. В зимнем лесу надо найти пропавших полярников. Прямо, лево, право, лево. И, наконец, самое главное – гонки на собачьих упряжках с настоящими каюрами-погонщиками. Ну, как будто прокатился на Феррари. Они очень милые, ласковые. Они, ну, в основном они не нападают. Если обычные дворовые, когда идешь, может напасть, то хаска не нападет. Инструкторы и педагоги бывают сами поражены, насколько ребенок меняется после близкого общения с мохнатыми четвероногими друзьями. Дети их обожают. Они просто смотришь, на них кажется, что расцветают и чувствуют себя счастливыми. Даже вот если ребенок, ну, сдержанный, какой-то колючий в общении, даже с своими сверстниками, смотришь, приходит вольер, он раскрывается. Он им что-то шепчет на ухо. Проблемы уходят все. Ребенок общается с животным, ну, потому что он видит, что собака готова залезать в его все сопли и слезы. И вот, наконец, Северный полюс покорен. Взрослый человек скажет, что это всего лишь баннер с фотографией. Но дети видят все несколько иначе. Для них это настоящее большое приключение, с которым они справились. Мы шли от стоянки, где были хаски, по Северному полюсу. Шли по Северному полюсу. С полярников искали? Да. Нашли полярников? Да. У кого какая хаска любимая? Загреб. У меня этот, Бэтмен. Бэтмен? Да, завод. Вы с ним дружите? Да. Он тебя узнает? Ну да, там все собаки нас узнают. Реабилитационная программа по пути с хаски будет работать в Сокольниках до 7 февраля. За это время Северный полюс покорят 450 маленьких полярников. Александр Карпов, Олег Иванов, Вести, Москва.